Игорь Корнеев из ЦСКА. У нас несколько больных. Главным образом травмируем Дмитрий Кузнецов из ЦСКА. И сегодня не играет Сергей Олеников. Он пропустил две желтые карточки. И сегодня он находится рядом со мной и будет помогать мне в репортаже. Сборная команда Кипра. В синих футболках, в белых трусах. В первом тайме ворота лево. Вратарь. Андреас Хариту, клуб Аммония. Второй номер. Костас Коста, клуб АПОЭЛЬ. Харламбас Питас, номер три, клуб АПОЭЛЬ. Костас Константину, клуб Аммония, четвертый номер. Пятый номер. Авраам Сократус, клуб АЭЛЬ. Шестой номер. Неофитис Ларку. Шестой номер АПОЭЛЬ. Сейчас посмотрим, как наши футболисты выполняют угловой удар. Разыграли. Шалимов. Еще один удар попыткой. Еще один, а первый удар. Еще удар. Мяч летит рядом со штангой. И едва Чернышев не подправил мяч от Куара. Начало неплохое. Ну, слушайте дальше состав сборы команды Кипра. Христос Калиантрис, номер семь. Восьмой номер. Паплюс Салва. Восьмой номер. Девятый номер. Капитан команды. Хорошо, наверное, знакомый. Поклонникам. Наличные команды Спартак. Георгий Савидис. Он выступает за греческую клубу АЭЛЬ. Десятый номер. Янов Иоаннов. И одиннадцатый номер. Мариус Карламбов. Сегодня команда возглавляет первый его матч. Новый тренер Андреус Михайлович. Появил очень молодой дух, среднего возраста. Очень чисто любил их тренер. Судейская бригада из Шотландии. Вот идет состав. Главный арбитр Эндрюй Уодал. Судья на линиях Леон Мопром и Майк Попков. Итак, 0-0. Матча сборная команда. Читает. Когда помогут Динаидовича, и зрители небольшого стадиона. Вот, не смогут это тоже. Небольшого стадиона расположена на одной трибуне. Вмещает эту трибуну 8086. Что очень много, считаю, для этого... Стадиона присутствует на трибунах. Ну, а в основном, ну, попадает в кадр такие вот крутые зеленые волны, напоминающие велотрек. Ну, вы табличку видели, я вам говорил. Один из тачков у нашей сборной только же, но не больше, может при стечении какого-то обстоятельства набрать лишь сборная команды Италии. Ну, если Италианцев выигрывать два остальных мальчиках, так как в это же время они сейчас порваются с нашей командой Норвегии. Ну, а наша вот группа, только тогда придется считать забитые и пропущенные мячи. Я обращаюсь сразу к Сергею Олейникову. Сережа, как вот о таком жестком, неровном поле, вот учитывая ситуацию, он всегда настроен по-боевому, потому что, видимо, здесь все, вот, чисто спортивный интерес для этой команды. Как вы считаете, надо играть? И как Анатолий Васильевич предлагает подстроить игрок? Ну, я думаю, что наши игроки должны играть так же, как они умеют играть. Каких-то осознавших заполнительных химик, я думаю, не следует. И я думаю, не должно быть большинство следователей. Так, спасибо. Ну, еще раз, как я сказал, по-моему, виду, уважаемый товарищ, поле неровное, оно коскообразное. И в этом случае, конечно, надо играть в план. Конечно, нужно играть по-прочему. Ну, и, в общем, играть так, как истинство, будет наша команда на пороге. На пороге вот угловой удар. На пороге чемпионата Европы. Еще один угловой удар выполняет у Шалива. Шалива будет выполнять угловой удар. Ну, и вот вы видите, что на заворот, это все реклама, там, по-моему, игроки обеих команд, отстанавливаются. Хорошо играют. Скорее, то, а то же тренде, один из самых опытных игроков. Ему в 30 лет оставилися в 30 лет. Остальные молодые. Сегодня обновленные кифровские спорты выступают без игроков, которые за 30 лет. Погода здесь влажна. Очень хороший днем. 25-26 градусов. Тихая, теплая погода. Это море теплым. Вода 22, примерно, 261 градусов. Цветло, яркое солнце. Ну, вот часов пять, знаете, гаснет свет, как будто бы и наступает темная-темная ночь. Ну, хотя освещение хорошее, вы видите. Вот среди всего, что не играет Сергей Олейников, я вам такую небольшую, что расходу тактически пытаю. Смотрим на месте центрального защитника играют Чернышов и Цвеева, а вот на месте Сергея Олейникова, нет, Кузнецов и Чернышов, а на месте такого опорного полузащитника играет Цвеева. Ну, вы знаете, что он иногда играет и Киевском Динамо в этой позиции. Итак, из-за боковой заводят вверх хозяева поля. Десятый номер, это Иоанна. Ну, и мы видим угловой удар у ворот нашей сборной. Самое главное внимание, все тут и журналисты, и работники посольства, и все, кто знает Кипровскую сборную, просят обращать вот на этого игрокам, клуба Айк, Георга Савидица, ну и Олег Протасов, который выступает, к сожалению, Гаркос тоже. Это самый сильный игрок, капитан команды. И так он и выполняет угловой удар. Как-то выпрыгнул неожиданно наш фонтарь. Харин отбил одной рукой, и, в общем-то, положения вне игры нет. У нас такая футболисты сборной Кипра, длинная передача. Хотел сказать, трибуны оживились. Нет, трибун, нет здесь. Потому что одна трибуна оживилась, будем так говорить. И народ подходит, подходит, и боюсь, что эстемистические прогнозы вот федерации футбола Кипра не оправдаются. Они говорят, максимум будет 2000. Уже почти вся трибуна заполнена. Но при случае, видимо, операторы, режиссеры покажут. Трибуна заполнена целиком. Чуть-чуть, если там с краю какие-то свободные места, а народ идет и идет. Футбол любим в всех странах, на всех континентах. Наша команда начинает атаку. Чернышев, Кузнецов, Михаличенко. Мне сказали, что сейчас изображение пропало. Так что, если будет картинка пропадать, я буду просто побыстрее говорить, и вы будете служить, и возможно представлять, что происходит. Итак, наша команда пытается организовать атаку на правом фланге. И там Шалимов отправил мяч. Не вижу кто-то. Кончельский. Кончельский сейчас вперед. Кончельский сейчас прекрасно играет в английском клубе Манчестер Юнайтед. И является сейчас одним из любимцев этого популярного клуба. Манчестер Юнайтед лидирует в одном из последних матчей, когда Манчестер выиграл 2-0. Наш футболист Кончельский забил два великолепных мяча. И Манчестер сейчас опережает соперников. Шалимов. Прострельный передатчик. Кому-то нужно ударить. И Халиченко. Положения вне игры нет. Положения вне игры нет. Мне показалось, что кто-то из наших не игры. Это был Колыванов. Сегодня впереди Колыванов и Протасов. От них многое зависит. И наше с вами спокойствие. Испокойствие тренеров и защитников. Нужно забить один, может быть, два мяча как можно скорее. Тогда мы будем с вами совсем по-другому, более спокойно воспринимать этот последний отборочный матч чемпионата Европы. Третий номер Василий Кульков. И он сегодня в центре. Дмитрий Галямин, пятый номер. Вот Кульков идет вперед. Убежается к штрафной площадке. Бьет мяч от ноги кого-то из кипрётов. Вылетает за линию ворот угловой удар. По-моему, уже третий в сегодняшнем матче у этих левых ворот. Итак, вправо угловой удар. Мяч. Соколик. Удар, не сильный удар. Бил Олег Фротасов. Очень сильно. Объединение МММ предлагает за рубли. По ценам нижерыночных импортные компьютеры совместимые с IBM PC, IT, XT с любой периферией. А также автоответчики, ксероксы и телефаксы производства Японии, США, Западной Европы и Южной Кореи. Адрес Москва. Газгольдерная улица 10. Телефоны 173-44-15 171-06-90 171-13-81 171-03-97 12 минут до первого тайма пока 0-0. Наша команда довольно-таки спокойно, храк, хладнокровно ориентируется на поле. Вот в середине поля несколько передач. Довольно-таки жестко играют киприоты. Я думаю, сегодня будет вот так часто мы увидим жесткую игру. В том случае, если наши футболисты будут передерживать мяч и вот давать возможность входить в соприкосновение соперникам. Лучшее средство избежать травм, поберечь ноги, это игра в пас. Одинский номер это Харламбус. Сегодня здесь помимо зрителей есть, как говорится, и профессиональные футболисты, спортсмены, которых вы хорошо знаете. Ну, Тимур Кицба, играющий за один из клубов, находится здесь. Вот чуть ниже находится и Володя, Владимир Гуцаев, который является вторым тренером одной из команд Кипра. А вот повтор атаки сборной команды Советского Союза вам показывают. Но пока идет борьба в центре поля. Я думаю, что вы хорошо разобрались уже, кто у нас на каком месте играет. И пока вот в этом начале игры атаки наши пытаются строить больше правого фланга. Не нужно, конечно, торопиться, но успеха можно добиться за счет скорости. Итак, Михаличенко дошел в долине Советского Союза. отобрали контратаку сборной команды Кипра. Второй номер Коста. Он пошел вперед. Вы понимаете, команде Кипра, которая не набрала ни одного очка, терять нечего, она играет на своем поле. Можно приобрести только аплодисменты, эмоции, призы, награды, если сыграет команда успешно. Никто привезет. Это просто покажет хорошую игру вот таким соперником как сборная СССР. Шалимов. Поле не очень широкое и, конечно, здесь хорошо использовать фланги. Кульков. И дальние удары хороши. Итак, кто же будет бить? Колыванов пас налево нет, мягкий попал Михаличенко. Сереж, сыграно почти 15 минут. Я вновь обращаюсь к Сергею Олейнику. Ваши впечатления? Ну, игра проходит в довольно спокойном темпе. Наши игроки доминируют, но, по-моему, они играют слишком спокойно. Надо чуть-чуть добавить. Но, я думаю, я больше чем уверен, что результат будет положительнее. Вот Сережа сказал добавить. Я с ним согласен. Вы знаете, здесь главное найти золотую середину. Не надо, конечно, бояться. Киприотов они, конечно, классно ниже. Но и вот вторая часть, это должно быть такой шапка закидательского настроения, что мы сильнее, мы уже почти попали в финал, и что там вроде с ними играть. Нет. Вот должна быть собранность, мобилизация, уважение к команде. Безусловно. Ну и желание сыграть побыстрее, поэнергичнее тоже должно быть постоянно. Колыванов все время там есть протас, он меняется местами, пытается перехитить трех защитников, которые находятся рядом с ними, возле них. Два персональных защитника прикрывают наших нападающих. И один, а один, это третий номер, ПИТОС, он свободы, центральный защитник. 0-0 по-прежнему в матче сборной команд Кипра и Советского Союза. Сыгран уже примерно 16 минут. Отлично играет Каливанитрис. Седьмой номер. Смотрите, он хорошо пошел по флангу. И из-за боковой уже на ошибок сургалек вводит ночь. В розыгрыше отборочного турнира чемпионата Европы 1972 года в 1970 году последний нас встречали сборной Кипра и Советского Союза. Тогда наши не на этом стадионе, ни кофе игра проходила, выиграли 3-1. Напомню, что мячи забили Холотов, Евружихин и и кто же еще и Шевченко. А в Москве был ответный матч 6-1. Тогда по два мяча забили Евружихин и Федотов, Колотов и Банишевский. Приятно вспомнить эти результаты, приятно вспомнить и этих футболистов. Пока сборная это атакует Колыванов. Нужно бить вдоль ворот. И еще один удар. Трудно было. Угловой удар. Всего лишь угловой. Ахрик Свеева пытался ударить. Мяч подпрыгнул. Неудобно ему было бить. Но это уже кое-что. Это уже острая атака. несмотря на то, что в штрафной площадке много соперников, вот все-таки удалось завершить, пусть не очень хорошим, но ударом. Угловой удар. Справа. Кончельский выполняет. Еще один удар. Нет, это свисток. Игра рукой. Арбитр находился рядом, все видел, четко определил нарушение и показал, где. Очень важно для любого арбитра и для молодого для опыта выбирать позицию, находить там, где видно все самое острое, все самое спорное, что ли. Вот на табло нашем электронном появилась надпись первый тайм, 16-ая минута 0-0. Вот даже вы видите, когда мяч вроде должен скользить, он подпрыгивает, подпрыгивает и трудно его остановить, трудно играть такой комбинационный футбол. И кто-то упал из наших игроков, Колыванов упал и тут же наша медицина, я смотрю, Зураб Орженикизе, доктор команды и один из массажистов, их двое, Владислав Беньков и Михаил Насибов, они готовы тут же выйти на поле и оказать помощь. Неплохо наши комбинируют, неплохо вот еще кому-то досталось, вновь орбита просит. Теперь Михаличенко нуждается в помощи. Сереж, еще, я обращаюсь опять к Сергею Оленькову, еще несколько рекомендаций. Если бы вы сейчас на поле были, посмотрели, что бы вы может быть подсказали ваши опыты футболист-партнеры более молодые? У нас трудно сюда давать какие-то рекомендации. Я думаю, там достаточно игроки Миколитенко подсказали и они сами найдут, что надо сделать данную минусу. Ну вот эти дальние удары наверное нужно чаще применить может быть, потому что не так просто входить в штрафную площадку. И сегодня в общем-то наверное непростое положение у нашего воротаря Дмитрия Харина почти не в игре находится, редко вступает в игру. И так длинная навесная передача финиш штрафной площадки. И напомню, что в первом круге а игра проходила в Москве в мае наша выиграла 4-0. После этого кстати так календарь уже составлял Киприотой больше ни одной игры отборочной не приводили. Так что у них подряд получилось два матча со сборной командой Советского Союза. Приходится отходить назад, приходится на пятках и такое выражение сидят соперники, они сидят тут рядом находятся. Чернышев нашел Калыванова. Многое будет зависеть как полузащитников. Многое. Они могут определить не только игру в середине поля, но и атаку, и комбинационный стиль. Как удастся Михаличенко, партнерам сегодня играть. Арбитр показал, что даже если мячик отслужил, это было непроизвольно и не повлияло на игру, поэтому не было свистка. Кузнецов 9 номер, и помните, это Кончелькис. Долго приходится тратить время на то, чтобы остановить, обработать мяч, но идет знакомство с этим полем, на котором наша команда тренировалась всего один раз. Вчера наша команда прилетела и сразу поехала на этот стадион, потренировались 40 минут, и вот сегодня уже матч. Пока 0-0, вы смотрите футбол из кипрского города Ларнака. Я его назвал стадион, называется Новый гимнастический клуб Зенон. Зенон это основатель древние Ларнаки. Никто здесь не может вспомнить в каком году этот самый Зенон организовал, но память о нем жива, и вот этот стадион носит вот такое совсем обычное имя. Гимнастический зал есть, но вот и клуб видимо популярен здесь. Шалимов, Протасов, еще дальше передача. Кульков, можно бить, можно бить, можно бить поворотом, по стартной площадке нет, там целая стена из игроков синих футболков, у линии штрафной. И я хочу отметить, что у сборной Кипра не очень высокие защитники, может быть, есть смысл, я обращаюсь к Сергею, может быть, есть смысл и верхом направлять, ведь там Протасов может выиграть борьбу. По-моему, с Кипротами лучше играть в одно-два касания, тогда они не будут успевать, перекрывать, и у нас будет больше возможности использовать голевые моменты. Ну, пока проходит, еще раз говорю, ознакомление с этим полем не так часто приходится нашим командам играть в таких полях. У нас уже нет таких раньше, бывали поля всякие, сейчас уже поля ровные. И за боковой Кончельский будет вводить мяч. Шалимов. 20-я минута первого тайма, 0-0, Михаличенко бьет мяч, попадает в кого-то из защитников, и, если не ошибаюсь, уже пятый или шестой угловой удар у ворот сборной Кипра. Ну, вот, Сергей, пока угловых мы никаких, как говорится, дивидендов не имеем. Почему? Ну, у нас есть пару заготовленных комбинаций, но пока что-то они не проходят. Наверное, Киприоты изучили хорошенько, поэтому не получается. Вот сейчас должен быть Колыванов разыгрывать угловой Шалимовым. Но, видимо, Киприоты знают об этом и отдают просто. Ну, тем не менее, острота возникла и с трудом вратарь отбил мяч. Как-то неловко отбил, да, как-то он техник какая-то не очень понятна. Ну, мое мнение такое, что все-таки прет и очень боятся нашу команду, волнуются, вперед почти не идут, играют от обороны, поэтому такие ошибки делают опытные игроки. Ну, бояться это хорошо, пусть боятся, но главное, чтобы наши забили один мяч калиантрет. Калиантрет мяч в штрафной площадке. Так уж получилось, что в этом турнире киприоты два мяча забили и 20 пропустили. Причем два мяча забили они и не у себя в своих полях. забили два мяча ворота венгерской сборной, выступая Будапешечка за венгерой выиграет 4-2. Вот длинная передача в вторую площадку Шалимов находился между двумя нападающими и арбитр показывает, что мяч ушел от ноги нашего игрока. Второй угловой удар у ворот сборной команды Советского Союза. Наша команда в этом турнире 10 мячей забила и 2 пропустили. И так смотрим угловой. Еще один угловой. Совсем неплохо Карлабос Питас подкручивал мяч. Ну вот видите Сергей подсказывает, что Шалимов немножко нервничает. Другие углового не было. Мяч ушел от ноги вроде бы соперника. Ну что тут говорит ерунда, что там из-за этого. Ох, какой удар! Ох, какой удар! Мяч подкручивался теперь в верхний угол ворот. Это удар после которого все могут несколько минут, даже ни секунды отдыхать. Красота человеческого тела. Она ценилась во все времена. Путь к физическому совершенству открывают для вас комплекты тренажеров серии контингентов, не имеющие аналогов Адрес производственного кооперативного объединения контингента 105 094 Москва Госпитальный вал дом 5 корпус 15 Телефоны 263 20 55 263 19 64 Мы продолжаем наш репортаж из Кипра из города Ларнака где на местном стадионе проходит отборочный матч чемпионата Европы 0-0 по-прежнему преимущество нашей команды но ворота сборной Кипра пока забить мячей не удалось Пару так мы видели со стороны киприотов особенно для опасности было после угловых ударов Трудно играть по двум причинам нашей команде ну потому что киприоты большую часть времени проходят в глухой обороне и потому что жесткое не очень ровное поле может быть я повторяюсь но чтобы у вас каких-то не было каких-то заблуждений вроде команда не очень сильная что же такое как наши могут забить вообще класс футбола тоже и отборочные матчи чемпионата Европы показывают и матчи с участием клубных команд показывают что класс футбола выравнивается уже явных лидеров нет то есть вот такой резкой границы между командами лидерами и командами аутсайдера все меньше и меньше и вот посмотрите кипреты играть умеют значит правильно по стартой площадке выход один на один должен быть гол нет гол что-то так ваш комментарий Сергей Протасов забил да гол завел Протасов ну что значит играет до конца Колыванов украл мяч у защитника я дал пас на ход Протасов и Протасов осталось только забить мяч что он и сделал да мне тоже казалось секунду-другую раньше что должен быть гол хотя Протасов и в борьбе но отдадим должное мы сейчас повтор покажем ты не знаю отдадим должное Колыванову который вступил в борьбу давайте еще раз посмотрим вот здесь хорошо видно вот смотрите что значит нападающий который умеет отбирать мяч он вступил в отбор вроде не свое дело можно было и не бороться и дальше великолепный пас и хорошо откликнулся его партнер по атаке Протасов удар был достаточно силен вратарь Хариту не смог четко сыграть и 0-1 Протасов 0-1 сборная команда Советского Союза выигрывает ну и сразу я вам скажу что Олег Протасов самый лучший снайпер в нынешней сборной он сейчас забил свой 29-й мяч а сегодня он проводит 68-ю игру вот еще раз показывает нам повтор этой атаки давайте еще раз посмотрим и нарушений не было согласитесь Олег правильно все было четко жестко сыграл Колыванов и молниеносно стартовал Протасов он опередил игрока который все время его преследует Константину на метр на два и хорошо еще Протасов плечо ставил прикрывая мяч в общем 1-0 30 минут сыграли команды в первом тайме 15 минут до перерыва сборная нет меньше вот на таблету мы с Сергеем смотрим на свои секундомеры Протасов забил мяч на 27-ой и она идет 29-ая минута первого тайма еще одна попытка приблизится к воротам нашей сборной Свеева выдумать за боковой линией Калиандр 7-ой номер и он достаточно активен и мы его здесь видим еще одна передача в азарскую площадку Дмитрий Харин несколько тут забытый все своими и чужими игроками но вступил в игру и попытка атаковать правым флангами есть возможность приблизиться к воротам Кончельски было мало соперников ну что ж этот пас в какой-то степени помешал в дальнейшем развитии атаке не точный пас и Калюченко руками отстрел подтолкнул соперника штатный удар и так 1-0 сборная Советского Союза выигрывает на острове Кипр у киприотов и сейчас мы видим как пас в грудь оригинально но оказалось рядом никого из партнеров сейчас наши отошли немножко назад на слое половину поля это второй номер это Коста и вступает в борьбу Михаличенко да вот ну арбитер тоже мне кажется ошибся потому что мяч нет Михаличенко Михаличенко ударил мячом в ногу соперника и вы видели еще раз хочу обратить внимание вот Колыванов и часто это делает Михаличенко вступает в борьбу резко неожиданно и отбирают мяч тогда когда защитники полузащитники выходят вперед эта ситуация позволяет провести быструю контратаку Чернышов не спросит это Свеева Колыванов колыванов хорошо хорошо и еще один пас Протасова толчок был спином Протасов Шалимов Шалимов тонко пытался переиграть Лагана в движении соперника пытаясь его между ног прокинуть мяч не получилось Шалимов безусловно один из самых таких тонких техничных игроков нашей сборной ну и вот на таком поле не так просто показать достоинство своей техники наши окружили штрафную площадку и мяч отводится назад чтобы немножко рассредоточить оборону не очень точный пас и пришлось Михаличенко вот видите опять чаще других Михаличенко демонстрирует хорошую игру в отборе Кульков можно ударить было оттуда можно ударить под правую ногу и удар должен быть уже трудно уже трудно сам себя загнал в трудное положение что ли Кульков можно было отправить мяч налево там было несколько соперников Константину Кузнецов хорошо разобрал ситуацию Свейба Галямин Несколько перечень передач левый фланг заводен конечно лучше перевести игру сюда 1 на 1 Шалилов может обыграть защитника но он пошел в центр оставил с собой двух соперников хороший пас в страстную площадку и можно бить ваш комментарий но момент такой достаточно спорный хотя я думаю что здесь надо нам забивать самим без помощи судей и так может быть кому-то показалось что было нарушение может быть арбитр и мог назначить пенальти но игра продолжается по прежнему 1-0 в наших записных книжках чуть не сказал на электронном табло табло нет пока еще по крайней мере Харламбус один полузащитник вот он справляется назад Коста и теперь вратарь запомнить Андреас Хариту практически все время последние матчи отборочные товарищи стоит опытный вратарь клуба Оммония где-то длинная передача и здесь мне кажется здесь не очень удачно сыграли наши защитники вратарь нападающий сыграл рукой ах мне не было видно что рукой я думал зачем же выходит Харин но просто он уже видел что было нарушение правило свейба часто меняется местами с Кузнецовым и когда свейба находится в средней в линии обороны то Кузнецов уже на должности полузащитника в роли полузащитника Чернышев свейба Проказов сейчас выиграл борьбу в верховой гачи можно играть Калываров еще раз одобрал ах ну зачем же нужно было самому бить не правда ли он хотел сыграть для партнера я думаю играл он правильно единственное что отдал не очень хорошо а так он играл по игре ну вообще посмотрите какая ситуация возникает лучший снайпер Перинс Калыванов один раз играет на партнеры тот гол забивает вторая возможность он вышел один на один и вновь он не жадничает а ищет своего партнера Протасова но мне показалось что все таки он мог сейчас и сам ударить и забить да вот уверенность чувствуется чувствуется и у Протасова вот еще раз мы смотрим и опять отдаю должное нашим футболистам отдадим в отборе мяча опять Калыванов хорошо сыграл и смотрите это делал мягкую передачу может быть он и не Протасова а Михаличенко отдавал Калыванов да вот забитый мяч согласитесь принес удовлетворение нам удовлетворение футболиста и какая игра пошла посмотрите даже на этом поле уже тонко наши играют взаимодействие хорошие передачи и вот очередная атака мяч выбит страшный удар сейчас по моему мнению будет играть для зрителей ну вообще всегда Сергей футбол для зрителей вот игра многие многие виды спорта особенно футбол для зрителей и еще раз хочу подчеркнуть вы смотрите игру сборной команды Советского Союза это наглядный урок нашим политикам экономистам разрывают страну на часть в угоду себе в угоду незналичным амбициям республики хотят отделяться и то и все а футбол посмотрите футболисты разных республик они вместе они вместе представляют нашу страну как бы она ни называла они вместе доставляют радость миллионам людей ну вот и хотелось бы чтобы люди которые стоят у рулей власти всевозможных брали пример вот с этих парней которые несмотря на то что живут в разных городах в разных странах вместе защищают честь своей страны и это не громкие слова это истина это то что нужно нашим людям колывану оттолкнули он отбросил мяч и партнеры поэтому атака продолжается еще дальше пришлось по прежнему 1-0 мяч забитый на 27-ой минуте протасов один единственный пока но команда советского союза спорная команда продолжает атакующую комбинационную игру чернышов пошел вперед пас направо кончистик чернышов чернышов сегодня однажды вы увидели как хорошо неожиданно оказался в виде чужих ворот ну и конечно Сергей вы тоже помните предыдущем матче какая была у вас комбинация когда чернышов не забил ворот ну вот это наверное для болельщиков то интересен что бывают моменты казалось мне некуда деваться для нашей полиции все было гордительно для полиции Италии это было приятно что камешок не забил такой со процесса мяч комбинация была хорошая и если выражение с счастьем с счастьем ворот то это был безусловно претендент мяч на сборную лучшую голову в нашем футбольном обогрении давать старин с кулаками все правильно Луманов пришел отойти нажать Продавцы. Впадал. 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 Абрам. На кражут. Три игры провел. На сборке. Подходит к концу. Первый тайм. Он прошел с преимуществом нашей команды. Которая осталась около 5 минут. Он действовал солидно. Хладнокровно. Четко. И мяч был забит один. И еще несколько шагов. Красиво. Удары были. Я думал, что во втором тайме. После перерыва. Наша команда будет развиться на успех. И напомню, что в резерве нашей сборной победы. Дмитрий Попов. Сергей Юран. Александр Мостовой. Игорь Корнеев. Ну вот к этой игре еще готовился. Как это? Кадажа. Ну вы знаете, что. Порезет много людей. Да? Субтитры. Игорь Корнеев. Кадажа. Здесь же нахожусь. Мы прорежем. Мы субтитры. Мы субтитры. Мы субтитры. Олег Голенко. Который. Мы субтитры. Мы сегодня. Субтитры. Сергей, как, кстати, как у вас дела в вашем клубе? Расскажите, пожалуйста, в Италии. Ну, дела идут, в общем-то, неплохо. Сыграна всего лишь один структура, вся борьба впереди. Но мы сейчас, как и смотрим на то, чтобы вернуться в лучшую лигу. Понятно. Мы вам желаем, чтобы вернулись в лучшую лигу. Ну, а может быть, вы за ним в лучшую лигу по-другому? Ну, конечно, я очень хочу вернуться и так же по-другому. Ну, это дай бог, кто еще желает. Вот это, говорит, мы желаем всех выступленик за сборы, потому что вы занимаете ключевую позицию в один из лучших компонентов. Сегодня, как я считаю, что все-таки, что я разговаривал с тренерами, очень много было проблем. Кого, кого поставить вот на эту позицию? Кто может применить его в сербе Оленика? И так-то просто. И сам в команде такие ключевые, главные. Победитов много, в общем, но не все всегда могут играть на ответственном месте. В середине поля, вот, в перештарной площадке и так далее. Ну, и вообще в середине поля хорошо иметь опыт. И драко будем играть и в обороне хорошо, и в атаке, и в конденсационном. Чернышок. Калдованов. Обороне соперников далеко. Еще два соперника упали, едва не потеряли мяч. Бульков. Хорошо, хорошо. Красиво. Красиво. Но вот Олег, как пошел вперед, ему не удалось в большей стальной площадке. И у нас кто-нибудь из наших требуется помощь. Победит Иванова. Вы видели, особенно вот, когда кто-то из наших предполитетов перекрывает мяч, и, конечно, спиной соперников. Длинная передача и Канчельский у Гостов был получить мяч, пойти в штрафную площадку. Напугал он, по крайней мере, соперники выбили мяч за боковую часть. А Калдованова здесь у кромки поля оказывает помощь. Вот тут даже Владимир Сальков, один из тренеров команды, подошел к бровке. Что там с Калдовановым? Ну, знали помощь. Настолько серьезную травму. И контратака в форме команды Китра. Калиантры. Часто он тут остро играет на фланге. Правда, это с правилом один, одному совсем непросто пилоти в штрафную площадку, пилоти в штрафную площадку, пилоти в штрафную площадку. По-прежнему наша команда играет дистидером, Калдованова оказывает помощь и атака. Спорный СССР подраздно, проталка входит в штрафную площадку и угловой удар. Арбитры смотрят на секунду наверное, что-то около минуты осталось. Может быть, одна-две было одна-две паузы по-либо 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 Канчевский не торопит, потому что понимает, что команда пока играет на одного и не имеет одного игрока. Меньше бы еврею пока как-то убить. Главнитор опять хорошо разыграть комбинацию связанных со главой. Не удалось. Но мяч возвращается направо в фланг Канчевский. Сейчас, вверхом и опять выбивают выбористки правильный считает что-то по счастью. Точно пас налево Шалибов и влево и влево должен уходить. Влево уходить Шалибов направляется пас как тегель передачи но просто и да. Вред! Вред! И так Калаванов видимо не сможет не сможет продолжать играть требуется замена. Сергей Юран он бежит но вот как не везет Калаванова чуть не успел приехать в свою новую команду будем надеяться что травма не очень серьезная может быть и поэтому еще предлагают ему не мучиться а вот откатнуть может получить разумно доступную помощь. первая замена в нашей сборной Калаванов получит травму покидает поле вот там на лавочке садится и готовится Кильки Юран представляющий лиссабонскую спину сейчас будет на поле в самом конце первого тайма успеете посмотрим нет не успел видимо видимо замена будет уже во втором тайме напоминаю что мяч был забит 27 минуте команды идут отдыхать а мы предлагаем посмотреть рекламу сборы уважаемые товарищи мы продолжаем репортаж Гипра города Варнака здесь сегодня на стадионе новой ГЦЗ новый гимнастический флот Зенон проходит наша сборная сборная команда советского футбола проводит свой последний отборочный матч чемпионата Европы вот сегодня и что станет ясно в финале наша сборная или в еду практически мы знаем что наша сборная должна быть в финале и по игре и по очкам ну вот тем не менее матч команды Кипра с не очень сильной командой но убеждать надо и сильных и не сильных вкладывая где говорится силы через минуту другой начался второй тайм встречи первый тайм кто видел кто вспомнит как развивались события кто не видел кто пусть посмотрит сейчас вот так был забит единственный мяч на 27 минуте Игорь Колыванов вступил в борьбу отобрал мяч и сделал хорошую передачу Олегу Протанцеву а тот ударил снизом в точь но у Колыванова была еще хорошая возможность забить мяч он также хорошо ассистировал но больше мячей забито не было но пока я хочу вам показывать повтор этой атаке еще один повтор я хочу сказать что в конце игры Игорь получил травму вот со мной рядом Сергей Олеников Сережа вы не знаете вы не были внизу какая серьезная травма так что на последней минуте вместо Колыванова вышел Сергей Дурак итак доставы команды сборная Советского Союза в светлой форме ворота слева вратарь Дмитрий Дмитрий Харин в обороне у нас постоянно было 3-4 защитника 8 номер Корчельский 5 номер Галямин в центре обороны в центре обороны 9 номер Олег Кузнецов и 2 номер Андрей Чернышов у защитников сборной команды Василий Кульков номер 3 Африк 3 4 Просили в район и прохот и трассный удар в сторону нахер ворота и в сторону 7-7 Африк Товарищ Теопат Ну пока вы сможете вам все расскажу в основном наших игроков Игорь Шарина в 6-й номер Михаличенко измой капитан Михаличенко 7-й номер капитан команды Ну и нападение играет ул иванов и прокасов теперь прокасов остался ул иванов 10-й номер вышел среди юран и вторую часть и кулисапон у него 14 и очень это серьезная ситуация у наших ворот разыгрывают удар не получилось в центральной защите и так теперь состав сборной хитро вратарь парень в обороте второй номер костанс третий это четвертый костанс константинов один константинов дьорка с одином запасе у защитники сократов 5-й номер хотя он больше играет в обороне 8-й номер славу 9 капитан команды кто видит этот нападающий собственно один он впереди а чуть-чуть находится 6-й номер в арку 60-й иоанн и седьмой калиант главный тренер андреа михайли у нас глава Анатолий Пышевин его помощники Владимир Столков и Гаджиев судейская бригада из Шотландии в России сбор лефицера такой удар отворот Эндрю Уотл я в поле Лео Мотрам и Мат Сопко к суде на линии делегат уэфа или как мы говорим комиссар господин Шнайдер из оперативной рейси улики Германии совсем недавно он был делегатом уэфа на матче сборных команд Советского Союза Ну и все о фамилиях о цифрах теперь не сказку о первом тайме наша команда играла холоднокровно уверенно на тяжелом жестком поле и имела преимущество хотя два-три раза и киприозным атаковали атаковали параллельно в этой же минуты проходит матч который нас волнует матч сборных команд Италии и Норвегии соперников по третьей группе европейской после первого тайма ничья 0-0 ну и вот еще информация о других матчах только что Гарри Леникер не сошли забил отвертый мяч в ворота сборной Польши еще стал 1-1 ну и вот команда Турции проигрывает по моему команде Ирландии 1-3 1-3 уже ирландцы в общем такая ситуация что англичане еще могут и не попасть много тут еще не ясно в разных группах как только у меня будет выступать информация вот коллеги журналисты и гиперские вот они сообщают будут сообщать эту информацию борьба в среднем поле и при этом такой высокая длинная передача смотрите защитники пошли вперед вот тот который выполняет штрафные свободные удары анчельский ну и несколько слов о том что было перед игрой зачем сказать уважаемые товарищи и эта игра трансляция этой игры была под вопросом все было вроде нормально знаете положено наша студия спорт положенную сумму заплатила телевидению местному все было в порядке но вот сегодня президент кипрской федерации футбола говорит если вы не заплатите кипрской федерации определенную сумму там 12 тысяч долларов то не будет этой трансляции и тут знаете приняли участие в том чтобы заплатить в том чтобы была трансляция уже все мы заняли в москву в москве принимались всякие меры помогали нам и спасибо им работники федерации футбола и президент Вячеслав Колосков Александр Тукманов и журналисты здесь несколько журналистов Олег Кучеренко из футбола Юрий Дегенеевич советского футбола Леонид Роксенберг из профессии все в общем принимали участие в том чтобы этот транслятор состоял мы перевели деньги успели все нормально но мы еще раз говорим всем спасибо ну и еще хочу сказать что федерация футбола с 19 числа после наших приглашений собирает у себя федерацию в свою ядовскую конференцию совещанники представители клубов представители нашей редакции российского телевидения федерации футбола для обсуждения этой проблемы как там будет дальше что делать как чтобы трансляции были всегда но я думаю что где-то наша команда вот заведет до конца то мы наша редакция студии спорт с вашей помощью будем искать деньги чтобы транслировать финальные матчи чемпионата Европы стоит эта трансляция немало 800 тысяч швейцарских францов те трансляции так что я думаю что мы не можем лишить нашу громадную армию поклонников замечательных игр вот лишить право смотреть в игре с участием сильнейших команд в игроку с участием нашей очень хорошей приятной команды которая в этом числе у нас в основном радовала оставляя своим вот игра продолжается сегодня ведь важно играть хорошо и попасть в финал и всё что происходит игроков как не было паразмировано как не было полных я вижу что в начале второго тайма сборная гипра активизировала активизировала сегодня вот одна замена вы видели команду не идет кто ушел но убьют кто вышел сейчас будет тросной и я назову этот ракан команде андре с афарио 14 надо рядом со мной находится он Сергей Олеников я не обращаюсь что случилось во втором тайме почему так активно играли как вы думаете ну я думаю что им видимо затерять нечего и они захотели чем-то порадовать которые пришли заполнить полностью весь садион только это не могло обидеть наверное наверное это это не самое так сказать плохое что ли самое хорошее что пришли порадовать захотели порадовать болельщик которые сегодня удивили поразили местную публику здесь полного стадиона давно не было начать на матче сейчас сборных итак сборники протокуют правым флангом ах их сведо выбивают значит направо но он оказывается вновь у киприотов седьмой номер галиатрис вновь он и в первом тайме был заметен и чипреты атакуют большими силами но я думаю что это дает возможность нашей команде сыграть хорошо на контратаках теперь впереди рядом с протоком техничный и быстрый юран он по-прежнему 1-0 в пользу нашей команды не было близко партнеров итак 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 забыв или не забыв но просто умышленно оставив мысли об обороне идут большими силами я смотрю Анатолий поднимается поднимается со скамейки ему это не очень нравится это и нам не очень нравится и я думаю что как-то надо изменить характер игры может быть подольше подержать ну а может быть сыграть поактивней на чужой половине поле Кузнецов Юра на мяч никак не попадет сейчас завис и защитник перехватил вот Юра на заходе назад иначе у нас все вратарят внутри Харина и наполнится сегодня у нас еще в резерве Попов мостовой Корнеев и Черчесов еще наши корни могут привести одну замену Галянин Вам хочется строить? но нет материалов без проблем и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Держали мяч на контроле Чтобы не дали Купрётам Сделать что-нибудь серьезное Для нашего мину Ну мне тоже кажется, что должен сейчас Немножко успокоиться, подержать мяч И попытаться, видимо Все в порядке Наша команда в полном составе Субтитры сделал DimaTorzok Все за что? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Директор Динча Субтитры сделал DimaTorzok Из четырех игроков Николиченко Борьба за нуберасов embarrassed Все сразу почему Наши защитники Скажите Не успустите Четыре Направо удар мяч и арбитр покажет, что Харин задел мяч и поплот Сава угловой удар давайте посмотрим, что мы заделаем за такой скорость определить, заделан или задел невозможно видимо тут техники, которые старались не пропустить угловой удар что-то нам такой быстрый повтор показалось бывают замедленные повторы, а бывают вот такие быстрые но все в порядке можно уже показать напряжение на поле можно показать нормальный повтор я спорю наши тренеры вот еще раз давайте посмотрим сейчас мы посмотрим задел, консалли по-моему задел, задел арбитр справа у меня хотел быть коворот ну, Харин на всякий случай жутко на улице и Кашу и так напомню, что мяч будет забить отмажен на этом стадионе на 20 минуте Олегом Прокасовым Хорошая тихая погода ну, она сейчас тут вот уже тихий градусов даже не верю, что какая может быть топовая погода в этом году где-то залезть от Москвы от других городов водоротворок ветра нет но сейчас наступает сезон дождей и скоро начнут здесь дождей это показали ну, вот не знаю, показывать вам болельщиков на трибуне но вот в самом центре над выходом из стадиона здесь, пожалуйста, большая группа советских болельщиков наших болельщиков которые красными флагами флагами нашей страны все время поддерживают, скандируют здесь целиком все посольство при этом и люди, которые здесь не учатся которые приехали в стадион дождей достаточно много, чем 150 смотрят за игрой и мы с вами видим в 16-м году как могут играть команду, которая является вроде аутсайдеров ну, и еще хотелось последним болельщиков простой был команды Кипрес они скандируют поддерживают команду мы ведут себя очень дисциплинируем аккуратно уважительно и к командам и к соперникам и к лучшим футболистам и самое главное уважительно друг к другу но болеют и конечно переживают видите, скандируют вы слышите реакцию трибуны у сборная команда союза пытается атаковать флангом Юран потерял мяч и арбитр показывает то ли штрафтой то ли аут пока Юран никак не может получить мяч вот не может показать свои достоинства три блин хорошая скорость вот 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 крючок промахнулся пришлось отойти назад Шалимов Кульков хорошая паста лево и Каличенко мячный страты в площадку Протасов отходит назад мяч к нему не попал Галямин Кузнецов отбрасывает еще дальше Чернышов ну что это может быть и правильно нужно и мяч поддержать оставить соперника на голодном пайке ну и разрядить обстановку чужой страты в площадке уж очень много там футболистов сильной формы не просто пробиться Кипреты пока не покидают не очень охотно так скажем так покидают свои половины поля один лишь футболист Иоанн на нашей половине поля остальные зацепившись идут за среднюю линию там центральный круг так и стоят ожидают когда же наши придут к одним ключом Галямин Кульков Чернышов Чернышов Протасов мяч не попал кстати вот студенка своего Владимир не очень такой шикарный не очень солидный и от нашего трибуна великолепные рекорданы были какие-то не знаю какого еще там материала дорожки для того вообще вот эта трибуна находится очень далеко от футбольного поля это 60 70 почти как с кончерски нет аут красиво эти красные дорожки как и трибуна расположена очень далеко от футбольного поля тут еще такой глубокие ровки еще зеленая травка дорожка для прыжков потом беговая дорожка после некоторых разумий кончерски решил пойти в стартную площадку Галямин сбросил и арбитр пенальти не дает ну вот интересное сообщение для нас с вами только что футболисты сборной Норвегии забили мяч ворота итальянцев ну ну и выйти я не понял что там арбитр предупреждение Юранов Сергей я упустил этот момент мне кажется что арбитр дал за разговоры а может быть и за симуляцию вот Сергей Олейников не подсказывает что за симуляцию ну вряд ли стимулировал ну выпрашивал 11 метровый удар не то что он может быть может быть опытный арбитр получил да мы пока тут смотрели информацию который нас волновало больше сборной Норвегии итальянцам чтобы иметь какой-то малейший шанс на то чтобы набрать 11 очков столько же по соотношению по разнице мячей опередить нашу надо было обязательно выиграть у Норвегии потом забить там 15 мячей сборной Кипра на своем поле ну и в этой ситуации еще наши должны были такое течение бывает редко тем не менее выигрыш команды Норвегии практически уже исключает всяческие варианты то есть сборная команда Советского Союза мы будем сейчас говорить если была то этой игры на 90 процентов Швеции сейчас уже уже на 99 процентов ну 100 процентов еще нет что вы говорите Сергей по этим результатам уже 100 процентов надо даться первая да но если бы то есть эти игры и та и другая закончились вот сейчас но ведь еще играть и играть и циприоты несмотря ни на что вот борются дерутся им я рассказываю что здесь очень интересный футбол в матчах чемпионата кипра команды примерно равны по силам и много зрителей ходят на матчи чемпионат вот город Ларманд он не очень большой там 70-80 тысяч зрителей но любят футбол и с удовольствием вот наблюдают матчи чемпионата Харин на ваших экранах 22 минуты сыграно во втором тайпе то есть половина тайма позади по-прежнему 1-0 наша команда выигрывает и я смотрю один из администраторов команды Сергей Хусаинов предлагает кому-то из футболистов кому-то из футболистов снять Александр Муставой сейчас видим вступает Александр Муставой я вам скажу футболистов не совсем здоров и когда я спрашивал Анатолий Федорович каково он будет стать это прежде всего футболистов которые абсолютно здоровы конечно мы с того если был бы здоров не было у него там последствий травмы вот получил он в игре встречи мои наверное играл бы и в стартах заставить может быть тратный удар наша будет выполнять стартные площадки потому что на эту игру здесь важно физическое психологическое подсоцов к ним нельзя выставлять игрока который не совсем здоров вот поэтому мы с того наверное не было стартов но мы его увидим через несколько минут сейчас он переоденется получит структаж от тренеров Сергей кого он заменит как вы думаете трудно сказать кого он заменит ну я думаю скорее всего заменит может быть может быть Протасова Ваша предположит Протасова я бы заменил не знаю может быть меня бить я бы заменил Юрана потому что Юран никак не может включиться в игру не удается ему не то что он плохо играет а просто как-то не может психологически что-то в эту игру поймать ну мне кажется что нападающему тяжелее войти чем хорошо посмотрим мы с вами предположение высказали посмотрим что решат тренеры но пока замены нет пока команды из тех же составов выступают хорошая комбинация Галянин сейчас был бит где-то у угла штрафной площадки штрафной удар наша команда фактически новая наша команда была образована сразу после чемпионата мира и вот эта новая команда хорошо провела отборочных игр чемпионата Европы удар от ворот команда действует уверенно спокойно соперники были непростые далеко не все мы были уверены что команда выйдет чемпионат Европы вы помните итальянцы венгеры норвежцы думали мы что итальянцы неплохо выступили на чемпионате мира будут главными соперниками но оказалось что наша команда сильнее действовала по-разному наша команда изменилось лицо сборной изменился климат психологический климат наша команда стала показать хороший разнообразный футбол и уже сегодня мы можем сказать им спасибо спасибо игрокам которые играли ну и спасибо руководителям пока еще есть время я хочу назвать те кто те кто руководил командой и так Александр мостовой меняет Олега Протасова 1-0 1-0 в поле сборной и 1-0 в нашем споре Сергеем Олейниковым Олейниковым выедет больше замен не будет мы так может быть с вами подскорим когда будут менять игрока в команде и так сегодня большое спасибо тренерскому совету Анатолию Вышевцу Владимиру Салькому Гаджи Гаджиеву большое спасибо медицине врачу и Массажисту Михаилу Насибу и Владимиру Сергею Хусаинову администратору команды ну и руководителя делегации Александра Пухманова нашего президента Вячеслава Колоскова команда доставила нам много приятных минут уходили команды игроки в разные клубы это составляло определенные трудности уходили но они получали задания они получали задания играть не так как они играют в клубах ну и то я говорю они получали задания играть и готовиться так чтобы не потерять то что им здесь прививалось играть в стиле сборной команды Советского Союза какой стиль когда надо атакующую команду умеют атаковать когда надо наша сборная умела и обороняться труднейший матч команды Италии показал что наша сборная умеет играть и на результат не только на результат она и и на результат сейчас сборная атакует левом фланге в резерве у наших тренеров много интересных игроков которые сегодня накроются на скамейке в запасной и те которые выступали за молодежь за олимпийскую сборную в общем я думаю что преемственность поколений важна и еще хочу отметить ведь впервые ну не впервые за последние годы за долгие годы у нас сборную у нас качали на такого не было у нас сборную возглавил освобожденный тренер который не берет и не брал за основу игру какого-то клуба не брал за основу игроков какого-то клуба разные игроки и сборная имеют свое лицо не похожее на игру Спартака там не очень сильно даст Динамо Киевского или другой команды Около 15 минут осталось играть во втором тайме по прежнему это один вот таковы достоинства наших команд и еще а то достоинство я говорил о нем уже в начале игры и у нас наша сборная команда хороший пример вот для других спортсменов для других представителей разных республик наша команда вот сплоченным коллективом в котором ходят люди разных национальностей представители разных республик городов и здесь они показывают это миниатюры как мы должны жить вот дружно собрано так далее и доставляя радость друг другу партнеру соседу зрителям мегафизм угловой удар угловой удар это была пожалуй самая опасная ситуация у наших ворот за голову держится ну и нашим тут защитников тоже надо вывести порядок о чем и я увидев и кончку подвожу итоги это не кончилось но я думаю что вот этот двухлетний цикл показал что есть у нас и тренеры и хорошие игроки и будущее у нашего футбола есть несмотря на то что какие будет чемпионат все равно футболисты будут дружить футболисты в разных республик в разных они будут дружить и делают все что простите сбор это атакует не удалось дойти до ворот не удалось нанести удар ну и по крайней мере эта команда будет выступать на чемпионате Европы я думаю что основа этой команды будет играть наверное на чемпионате мира в отборочных игр кстати 8 декабря уже жеребьевка в Америке очередного чемпионата мира а я спрашиваю у Сергея Олейникова кого сейчас будут менять 13 номер игрок какого игрока как вы считаете я уже видел седьмого номера а Сергей сознался что он видел что меняет седьмого номера и так аплодисменты увидите как же Лукас вышел в 13 номер и он заменил Калиандриса а у нас по прежнему 1-0 борьба в середине поля тюрьма а в а желтая карточка черный шоу и ваш комментарий мне трудно оценивать действия судьи хотя в принципе игроки на юге играть в такой манере поэтому на мой взгляд карточка была не заслужена в италии как страхуют вот такие нарушения если играешь дома то могут дать и золото на выезде понятно ну я думаю что арбитр должен был карточек потому что здесь это было знаете как-то очень демонстративно что ли атаковал и доходим наш кем-то может быть и кто-то я просто сыграл и она так на на публику и на судью упал так красиво ну ладно авто да в очередной раз питом наш выдаст а в центре обороны находился сейчас а это катый номер сократов наверно ты граф не получилось яркими и получилось красивый как хотелось бы но есть несколько причин первая наверно может не первая 3 4 это то что нужно было сейчас играть внимательно не дать никаких шансов нет позже мы казалось бы все тут рядом юра промахнулся не попал ворота через ворота мяч прилетел но помешали и вратарь и защитник часто надо будет пока оказывать помощь во вторую защитнику показывать повтор этой атаке вот так вот нужно было сыграть уверенно никаких возможностей не дать сопернику забить мяч это первое второе нужно было сберечь игроков но и третье поле было жесткое поле было качкообразное это тоже в общем то ввело возможность там играть нашей команде комиссионный футбол то с кем столкнулся могу понять защитник вратарь защите константина вратарь хариту и юран то ставил новую не просто было попасть в этой борьбе переиграть все сковороды арбитр улыбаются улыбаются ну тем более видите мяч не прямо после удара юрана летела еще задел ногу защитников кого-то этого константина и поэтому угловой удар сейчас мне дадут команду и я извините буду говорить два раза быстрее потому что радиослушатели маяка который как мы говорим подключается телезрителю многочисленным простите сборной команды советского союза и специально для радиослушателей маяка в момент нашего включения али опросите сергей юран забивает голос выключились еще стал 2-0 сборная команда советского союза провела очередную красивую комбинацию и забил мяч вышедший на замену сергей юран примерно за 10 минут до конца второго тайма я веду репортаж из кипра города ларнака со стадиона новой гсз здесь наша советская сборная проводит последний отборочный матч чемпионата европы на телевизионном экране повторяют второй третий раз атаку и завершения сергей юран который в начале второго тайма он заменил получившего травму колываду он никак не мог писаться долго никак не попадал в игру вот эти последние 10 минут играет вдохновением остро две минуты назад он мог забить мяч на ударил выше ворот примерно с этой же позиции теперь он ударил головой рядом со мной находится сергей олейников он помогает не вести телевизионный репортаж и сергей для радиослужителей вы видели все комбинации несколько подробнее об этом забитом мяче комбинация была действительно очень красивый мостовой отдал прекрасный пас на левый фланг оттуда последовала передача в центр и юрана завершил эту красивую комбинацию после причем обратите внимание и мостовой для радиослужителей подчеркиваю и мостовой и уран вышли на замену оба а первый мяч был забит на 20 по минуте олегом протасовым после отличного отличной игры колыванов колыванов отобрал мячу защитник и сделал хорошую передачу а сейчас телезрители наградили аплодисменты адреса хариту вратаря сборной кипра он вышел вышел и вышел за страстную площадку хорошо сыграл головой в эти же минуты проиграют соперники сборной ссср по отборочной третьей группе команды италии и норвегии мне сказали детский выпуск назад что норвежцы выигрывают по 1-0 ну и практически вопрос о победителе а финалисте победитель этой группы решен сборная команда советского союза юра это факта как угодно финале мы поздравляем нашу команду с отличной игрой с отличный финиш и мы опять сборная команда ссср в белой форме выступают атакуют сейчас юран мог выйти один на один сначала замешался думал в положении игры а потом защитник его настигла во втором тайме киприоты забыв о защите фирм то они в основном обороняли сейчас все чаще и чаще атакуют и поэтому приходится вступать и защитникам часто вы други вратарю дмитрию харину у нас сегодня в общем-то обычный состав если вы помните как наша сборная играл последних матчах не играя сергей оленников отряд основной комментирует он сегодня пропитет пор это атакует в очередной раз рода пустые вратарь вышел за пределы стартой площадке на кул дальний удар из за штрафной площадки кто-то тут и дешево ремонт кончерский простите игорь шалимов буду рядом но забил андрей кончерский после радиослушателей скажу атака вратарь выбегает линии штрафной падает в ноги один удар 2 мяч отскакивает за пределы штрафной площадки и кончерский с дальним ударом опять вот радует нас радует радиослушатели и зрителей счет становится 3-0 и так напомню братасов юран кончерский забили три мяча вот мы еще раз смотрим на экране повтор и атаки сергей пожалуйста ваш комментарий ну здесь тоже последовала быстрая атака на ворота кипрета юрана дал веклепный пас шалимову воротарь вышел на переход и кончерский собрал мяч пустые ворота причем было не просто пить кончерский сбил вот ребят вас защитник уже находились в воротах один пытался руками держать но не получилось удал был хороший вновь сборная ссср атакует правым флангом голямин сделал передачу устали кипрета в конце все-таки и класс сборной ссср и подготовка сказывается в конце концов еще раз мы смотрим который раз такой пищи что макуют макуют режиссеры и операторы и технические сотрудники редакторы кипрского телевидения это третий забитый мяч за четвертый или пятый повтор и зрители которых сегодня 8000 полная трибуна вся полна она аплодирует радуются ну не они не радуются конечно то что команда проигрывает но они и не рассчитывали на победу а футбол наши показали хороший достойный этого отборочного матча и так запишите двадцать седьмая минута протасов 1 0 79 юран 2 0 83 кончельске 3 0 и наш атакует опять кульков сделал простите мостовой сделать передачу кончельских то же тростную площадку мяч на половине впрочем там почти все игроки на полу на половине сборной команды и про шотландский арбитр эндрю уодал это неплохо провел сегодняшний матч так посмотрел на суде посмотрел на ситуацию но играть еще пять минут примерно что не прибавил хотя паузы небольшие были сборной атакует сборной ссср атакует левым флангом михаличенко по стартную площадку к 90 метров отметки там врата харитов раньше всех оказался мяча и бросается мяч направо петов один из лучших игроков команды центральный защитник фон и не часто уходил вперед и штрафные угловые выжалки свободный а сейчас мяч у нашего вратаря дмитрия халина пас направо чернышеву чернышев сегодня и кузнецов олег центре обороны а хэкс веба играл вместе на месте полузащитника на месте сергея олейникова ну что ж главную задачу этого турнира наша команда выполнила ведь напомню одна команда европейский впадает финал и наша команда достойно успешно завершает этот невегкий турнир ну и напомню что завершили еще несколько матчей в других группах команда польши и англии сыграли ничью 11 чем поляки выиграл долгое время где-то минута 15 конца матча кто вы думаете забил конечно тагаре и леникер палочка выручалочка забил мяч а вот футболисты эйре победили курсы хозяев поле со счетом 31 нет пока результата матча сборных команд италия норвегия но видимо видимо по-прежнему 1-0 норвежцы выигрывают в италии радиослушатели наверное этого еще не знают и это практически уже расставила все своими стану может быть еще пока не ясно кто будет на 2 3 месте но в этой группе важен кто будет на первом месте сборная команда советского за знак атакует левым флангом длинная передача вратарь ловит и арбитр пока что поймал за линии ворот и удар от ворот футбольный сезон наша сборная заканчивается но не заканчивается еще футбольный сезон для наших клубов вы знаете что киевские динамо и московские продолжают борьбу европейских турнирах в ноябре в декабре они проведут очередные матчи так что еще уважаемые товарищи кстати будут еще матчи на кубок советского союза так что еще у нас у нас будет несколько приятных мгновений вот и сообщили что в матче италия норвегия счет стал ничейным 1-1 ну впрочем сегодня у нас уже это не очень волнует 3-0 и нам неважно как играют соперники тот случай когда наша команда все сделала сама не дожидаясь подарков от других игроков еще раз назову игроков которые участвовали которые вынесли основной тяжесть борьбы это черчесов и кульков феева голямин шалилов пиховиченко олейников кончельцы колыванов протасов монтовой корнеев когда олег кузнецов и дмитриев и юран где кого-то забыл еще играл гурлукович по моему сергей выходил нет увара брата да александр увара ну и может быть кого-то забыл еще может быть простите если чью-то фамилию не назвал да как говорится потом все вспомним но команда нуждается и в усилении и в отдыхе и на чемпионат европы конечно же попадут может еще из игроков которые покажут себя лучшей стороны начале следующего сезона в швеции чемпионат европы будем ждать его нетерпения и посмотреть уже какие команды там подбирают это наверное внутри что команда франции команда федеративной республики германии наверно команда англии может быть команда голландии ну в общем чемпионат европы иногда проходит интересный чемпионат мира потому что там нет слабых команд тут все 8 как правило сильнее это мы с тобой передача верхом мяч на той площадке пролетает через штрафную площадку и на правом фланге уже кто-то из защитников команды кипра киплет играть синих футбол в белых трудах идут вперед центре поле причем это номер иоанна притормозил рядом с ним кульков кульков останавливаясь в продвижении защитника падает иоанна и арбитр показывает что штрафной удар метров 10 справа здесь от штрафной площадки останавливается мяч останавливается устанавливается и киприоты разыграв штрафный удар идут вперед длинные придача стартую площадку оттуда мяч пытается выбить кузнецов или кто это олеников кузнецов его сбили сток штрафный удар олег кузнецов сегодня играет дмитрий до радиослушателя дмитрий болен поэтому сегодня нет он не в резерве и в основном составе еще раз наверно надо сказать спасибо не только тренера фор и наверно сказать спасибо и тренеров клубных команд которые готовили наших команд и у нас очень много игроков теперь выступающих за рубежом сергей обращаюсь колеников так сказать спасибо игрокам трубе тренеров грубежных клубов которые помогли в этом успешном выступлении в отборочном турнире мне хочется сказать так же что те игроки которые уехали за рубеж они все-таки стали настоящими профессионалами сегодня демонстрировали в каждом отборочном матче а я еще большое хочу спасибо сказать вам уважаемые телезрители вам уважаемые болельщики вы были стыка с командой как не вспомнить громадные аудитории на шоку любимых стульников в стадионе и в матче с командой вены команды и стали приехали болельщики со всех уголков нашей страны витком был забит стадион приехали поддержать поболеть за сборную команду такая команда существует смотря может быть нет советского союза но есть страна которая объединяет людей которые общие жизненные позиции общие принципы мы которые любят супер любят спорт любят прекрасный последние секунды последние секунды матча сборных команд кипра и советского союза напоминаю заканчивается матч в ларнике три мяча было забито нашими футболы ну в первом круге напомню первой игре команда в мае было 4-0 и вот едва не был забит еще один четвертый мяч правда арбитры дефектировали положение тоже победа достойно и в это время арбитры дает финальный успех мы поздравляем еще раз наших футболистов мы поздравляем вас уважаемые поклонники футбола хорошей игрой нашей команды выходом в финал чемпионата европы